И начинаем со срочных новостей Совета Федерации. Одного из сенаторов от Карачаева Черкесии арестовали прямо в зале заседания. В входы перекрыли сотрудники ФСО, а трансляция заседания для прессы была прервана. Подробности узнаем у Анны Лазаревой, она на прямой связи со студией. Анна, приветствую. Известно ли уже, в чем подозревают задержанного сенатора? Коллеги, приветствую. Подозревают его в организации преступного сообщества, но все по порядку. Действительно, задержание произошло, можно сказать, незаметно для тех, кто находился сегодня в Совете Федерации. Здесь было достаточно многолюдно, и журналисты, и гости Совета Федерации были. Было сразу непонятно, почему трансляция не ведется. Потому что обычно трансляция из зала заседания ведется и в коридорах Совета Федерации. Так вот, как нам объяснили, по техническим причинам почему-то она с 10 часов не велась. То есть вывели на какое-то короткое время, показали микрофон и спикер Валентина Матвиенко, а потом трансляция почему-то прервалась. И полчаса ничего абсолютно не было показано. И потом появились сообщения на лентах информагентств о том, что действительно задержан сенатор Рауф Арашуков. Как говорят, проголосовали за это решение единогласно. То есть весь Совет Федерации поддержал задержание. Рауфа Арашукова вывели прямо из зала заседания. Ну, правда, я говорю, что, видимо, это сделали каким-то, может быть, через черный ход, через служебный вход. Потому что в публичном пространстве, то есть там, где, в общем-то, находятся журналисты, в коридорах Совета Федерации не было заметно какого-то движения. То есть никаким образом себя сотрудники ФСО не выдали. Вообще, об сенаторе известно то, что он является одним из самых молодых. Он стал сенатором в 31 год. Сейчас Рауфу Арашукову 32 года. Ну, и, как говорят, его обвиняют сразу в нескольких преступлениях, в том числе в организации преступного сообщества и участии в нем. Именно поэтому, наверное, Совет Федерации проголосовал полным составом за задержание. Его и сделал это прямо в здании суда. Ну, на данный момент это все новости. Будем следить за тем, что будет происходить здесь, в Совете Федерации. Анна, спасибо. Будем с вами на связи. Я напомню, из Совета Федерации, где был задержан сенатор от Карачаева-Черкесии, была моя коллега Анна Лазарева.